Ну все, я сейчас не расскажу, увидите в уроках, но по сути дела выражаю мысль на курс с нуля следующим образом. Это, в первую очередь, программист с нуля должен обрести ассоциации. Понимаете, в чем проблема? Ну, помню, работаешь с человеком с декораторами, присылает код, какие-то математические формулы с этим декоратором, в общем, черт ногу сломит, да не черт, а сто чертей, и все посломают и даже не поймут что, сам мало чего понимает. Но, по сути дела, спрашиваешь простой вопрос, а как в жизни работает декоратор? Все, опять то пример, откуда-то вытянулся, неизвестно откуда, где черт и ногу сломит, а потом объясняешь. Ребят, ну, ведь каждый день мы используем декораторы в жизни. У кого есть, был электрочайник или обычный чайник, вот берем чайник, да, вот, пожалуйста, просматривая это видео, сходите за чайником, пожалуйста, я вас прошу. Не надо говорить, что это, там, для тупых, возьмите чайник, чтобы раз это у вас запомнится. Теперь посмотрите на этот чайник и скажите, у вас, вы в нем кипятите воду для кофе и для чая, допустим, или у вас, допустим, для кофе, ну, у кого нет кофемашины, я имею в виду, вот, воду для кофе одну, для чая другую. Нет, горячая вода одна, но кружку вы берете там определенную, но наливаете один раз чай, другой кофе. Так это и есть работа декоратора. Ребят, так вот это курс с нуля будет упор сделан на то, чтобы человек создавал правильные ассоциации с нуля. Как стать разработчиком? Чтобы человек шел по улице и тренировался уже с первых дней программирования. Заходил в магазин, посмотрел на эти стеллажи и подумал, ага, а вот действительно, как мне сделать, вот стоят стеллажи с фруктами, это вот список сделаю со стеллажей с разных ящиков, а как фрукты выбрать, ага, при помощи там словаря и так далее. То есть надо начать переводить данные эти постоянно в голове, понимаете, прикидывать. Тогда получится нормальный вопрос, потому что программирование это продолжение нашего ума. То есть язык программирования придуман не для того, чтобы нам что-то усложнить, а то, чтобы мы писали так, как мы думаем. Например, как я недавно в школе ребятам рассказывал, вы делаете ремонт в кухне или переезжаете в новую квартиру и там у вас кухня. Что такое кухня, само понятие? Вот вы, допустим, изучаете классы, да, там, умно там, наследование, абстракция, агрегация и так далее. А потом думаете, кухня, так кухня это и есть класс. Кухня, вот вы, вы сейчас остановитесь и подумайте, вот я вам говорю слово кухня. Каждый из вас представит нечто свое, но по крайней мере перечень предметов будет примерно одинаковый. Это будут какие-то кухонные шкафики, это будет плита у кого-то электрическая, у кого-то газовая. Это будет стол для чего-то, у кого-то не будет, возможно, стола для еды, потому что будет там, допустим, столовая отдельно. Но, согласитесь, при произношении слова кухня, да, примерный перечень того, что будет в этой комнате, у всех будет одинаковый. Да, он будет разниться, но, по крайней мере, там двухспальная кровать не будет стоять, согласитесь. Так вот, кухня это и есть класс, да, и дальше нам легко описать. Легко описать, что там будет при помощи подклассов, там, кухонные столики, дальше какие-то методы описать. Так это же мы должны размышлять каждый день, ребята. Тогда будет, а не так, что изучаем язык, некие там формулы, цифры, а сидим в той комнате, в которой мы сидим, оглядываемся, и, оказывается, наша комната никак не может быть оцифрована. Она не имеет никакого отношения к языку. Да вы что? Что вы говорите? Так зачем тогда язык? Язык – это продолжение нас. Вот для того, чтобы убрать эти вопросы, вот с нуля мы и будем все это вкладывать. Коротенько, следующий раздел, который будет блок информации, это становление. Что такое становление? Становление – это развитие навыков разработки в конкретных приложениях. Например, изучение джанга, изучение каких-то мобильных вещей, изучение любой библиотеки. Но мы сделаем упор на искусственный интеллект, не потому что это умное слово. И в самый искусственный интеллект я не считаю, что глубоко надо лезть, это нужно тому, кто им конкретно занимается. Но вот то, чтобы облегчить себе задачу, и допустим, ведь каждый из вас сделает обязательно сайт или приложение, но у вас же на сайте будут определенные задачи, которые бы вы хотели, чтобы делались без вашего вмешательства. Ну, которые можно. Вот тут мы можем, конечно, применять машинное обучение и искусственный интеллект. Небольшого уровня. А кому надо больше, там сделает больше. Но именно вот с этой целью. И третий блок – это разработка. То есть обучение разработки. В принципе, она будет сводиться к объектно-ориентированному программированию. Но в каком смысле? Вот я рассказывал в начале видео, что мы с Сережей Осачем полтора месяца разбирали по всем косточкам отличие абстрактных классов от интерфейсов. И в конце концов я получил код от него, где предлагал оцифровать улицу Ленина в Витебске. И это потом уже делали многие ребята школы. Довольно профессионально. То есть выстраивали на примере паттерна определенные блоки кода. Ребята, так вот, для разработчика есть основа. Понимаете? Вот смотрите, знать, чем отличается абстрактный класс от интерфейса – это одно. Тогда скажите, а черт возьми, а что ж мы разбирали полтора месяца с Осачем? Мы что, два дурака, которым нехрен заняться? Извините мне за выражение. Ну, нечем заняться. Да нет, ребята, знать отличие – это одно. Уметь применять – это на практике – это второе. Мыслить этим понятием – это третье. Вот тем мы и занимались полтора месяца. Тогда вы можете спокойно получить ответ. Например, ответ следующий. А действительно, вот я сижу, новичок, перед монитором и говорю, а действительно ли я могу, я могу тоже писать в стиле объектно-ориентированного программирования? Ребята, я же вам только что проговорил, что мы делали. Может, каждый, каждый из вас, ребята, сидящих за монитором, в своей жизни делали вещи намного сложнее, чем язык программирования. У каждого из вас есть определенное там образование, у кого-то есть хобби, где есть довольно сложные вещи. И вы спрашиваете, а давайте я у вас сейчас задам вопрос, чтобы вы себе сами ответили, сможете или нет. Смотрите, есть дверная ручка. Посмотрите на свою дверную ручку. Там, возможно, есть шурупы. Если мы с вами возьмем вот эту дверную ручку, мы зададимся вопрос, как она собрана. Из двух частей, самих ручек, креплений и на шурупах. Значит, мы выкрутим шурупы и скажем, зачем нам шурупы? Сами себе ответим. Для того, чтобы собрать эту ручку. Откручиваем шурупы. Открутили шурупы. Дальше. Разбираем дверную ручку. Вот это у нас в правой части дверная ручка с одной стороны, в левой с другой стороны. Эта ручка ставится на следующем образом. Если вы это понимаете, скажите, пожалуйста, а сможете ли вы собрать по такому же подобию другую ручку? Не круглую, а там прямоугольную. Ответ. Уверен. Правильно. Правильно. Да. А что в программировании другого, ребята? Да ничего другого. Надо просто, что такое разработка, я же говорю, прочитайте статьи, что меня тормозило, когда я работал с разработкой. Ведь, по сути дела, я начал с этим вопросом работать с 17-го года, а уже наносу 21-й. Я в статьях описал. Так вот, в первую очередь идет разработка, это понимание блоков кода. Вот правильное слово подобрать сейчас. Так, 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 секундочку, выключусь, надо вспомнить это слово. Вот как бы сейчас вылетел из головы. Спасибо. Спасибо.